так поехали сейчас посмотрю хоть старикам тут уже делать нечего все знают может быть к новичке есть жмалдинов привет удачи брат железов привет семена алтай траве костром арсен учитель здоровья спасибо в садоводом привет он же пишет все на месте можно начинать два человека это называется на месте хорошей системе не смотрят да кстати насчет все на месте давайте так сделаем голосование устроим проводить или хватит уже потому что да действительно где-то повторяюсь но много иного вот если все собрать все новое новое наблюдение вот расширение наблюдения расширения короче решайте вы устроим что-то вроде голосования так бухтияров вот уж кто на месте так это бухтияров из казахстана он всегда на месте уже добрый день шилов здравствуйте в какое время нужно высаживать саженцы три срока весна как можно раньше заранее готовится как правило это выглядит так если с осенью заготовили холмы они первым вытают весной из-под снега вытают а если снега мало все равно еще быстрее вытают вот другое дело где взять эти же самые саженцы массовая закладка на зимнее хранение в крупных питомников они их выращивают и на зиму чтобы они не замерзли на зиму их поле качество всегда плохое бывает я показывал фотографии полу замерзшие полу гнилые вот какие угодно и получается что но они почему время появляются на рынке почему с погреба доставы на рынок вот они первую очередь но они вам нужны нет тогда получается что толку что вы выкопали с осени с осени сделали холм посадили на холм а посадили опять поздно ждали пока вам продадут саженец а ждется россия вы спросили я ответил все равно стараться весной как можно раньше в россии очень короткое лето где бы вы ни жили по сравнению с италией испании и прочей голландии у нас очень короткое лето вспомните где играют на зеленых газонах футбол у них зимний футбол у нас летний футбол вот они зимний футбол у них зима это понятие относительно значит получается так что наше короткое лето если поздно посадить того самого месяца не хватит уйдут зиму не готовы весной как правило не просыпаются проблема весенних саженцев где взять когда приходит пора садить надо ждать мая когда привезут когда майские праздники когда много дней выходных поздно про весеннюю посадку я вам ответил теперь берем осенью из два срока вот допустим у меня первый срок это сентябрь листья еще все на месте пересадка а давайте покажу совсем мало видите поэтому мы можем куда попасть сейчас ко мне вот сюда вы задали вопросе отвечает посадка вот она давайте смотреть сейчас я подберу подходящий фотографии вот это пример довесения поняли видели вытаивает но где саженец взять опять ждать пока привезут вот но правда лучше сразу когда купите привозной лучше сразу выбросить ну ладно не будем о грустном это моя бесценное это моя бесценный архив да архив здесь можно сделать 10 сотня вот кстати видите помните я критиковал крутова то да вот крутова то вот вырастил ну крутова то ладно не будем отвлекаться ищем осеннюю посадку каждая фотография нуждается в чем понятно в чем комментариях ну куда спешите у нас сегодня это очень мало приписка первый раз такая слабая дождемся ой помните тот когда чеку так размазал сделал так вот то есть окажется помните а он посадил у него зацвела да это другой товарищ для примера крутова то крутова то кстати вот это и делать когда когда телевидение приезжала в августе для них приготовил тележку насыпал за несколько секунд ну тут рядом такой что-то вроде карьерчика яма куда мы берем нетронутую то есть не 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 это чисто я называю стерильная земля стерильная но и глазах тут же рядом трех метрах вот видите справа уже рядом саженцы растут взял саженец ковырнул ямку ковырнул посадил полил несколько секунд а а их же этот телеканал усадьба которому вот тот кто приезжал ко мне автор этих роликов он ко мне приезжал снизошел а там значит там и час одну яму рыли наполняли чем только не наполняли а здесь вот раз и готово и что интересно в отличие от них у меня живы все саженцы которые были посажены для телевидения красноярска также для телевидения шушенская бакана кемерово цианогорска вот они все живы а где их то дерьмо которое они садили помните я показывал им же надо в середине лета деньги заработать у них в середине лета садят вот так вот друзья ладно опять это просто надо отвечать про семью посадку ищем осень ищем осень ищем осень ищем 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 осенью посадку ищем у меня отдельная папка называется питомник железова сергея может нам туда надо кстати от один из моих учеников как обратите внимание и земли об этом до сих пор не никто не знает наука не знает что когда посадка символическая но все-таки посадка под несколько миллиметров косточки скорлупки всегда вылазит наверх это гарантирует что корневая шейка там где должна быть об этом опять ни один ученый вот этот покажет ямку садить это все что он знает и полез он этот кустальниковод полезно садоводство учить нас бедных силах которые вы этого не знали что груши надо садить вот так и высыпать целый метр этих посек это предательство настоящее а я доктор наук а там есть его физиономия там есть его должность там есть организация которую он представляет ладно полюбовали что такое садоводство по железу вот она ладно я так и не дошел до осенней посадки все еще шукаю помните вопрос чтобы вы сеном укрывает у тех укрыл наверное гибель на 100% а вот это подойдет фотографии смотрите сейчас я постараюсь сейчас нажать на вы видите внимание вот чем я хорош вот у меня настоящие фотографии не из интернета и так я до ничего не опросов взял вот сюда вот мышку и вдруг насветилось что а вся это документ 30 сентября 14 года было сделано это фотографии и время стоит до секунд видели вот сейчас и так крупный план 30 сентября ну мне то есть скажем так до 30 сентября были пересажены они росли густо-густо манджурские абрикосы и были посажены уже более-менее ну как скажем так как бы сказать ну с каким-то определенным расстоянием чтобы удобнее было проливать видели да вот а там дали годовалники вода не пришла осень они уже это одно лето россии вот там дали за бочками а это я вам ответил на вопрос и так первая посадка ранее ну себе все-таки сентябрь не все равно сентябрь конец это уже листья опадает вот видите сколько листьев упало сильнейшая обрезка посадка и никаких случаев смерти никаких то есть это нормально причем массовом количестве тут не то что один посадил он вдруг почему-то весна не проснулся тут сотни и все просыпаются далее посмотрели мы на это чудо и это будет называться ранняя весенняя посадка конец сентября а вот дальше значит какие то вы уже видели какие то не видели может еще найду подходящую фотографию ценнейшая фотография каждая должна быть внимательнейшим образом осмотрена и прокомментирована это и есть новое садоводство почему в таком разрезе никто никогда ни один человек на планете вам не расскажет и не покажет что такое чекаться абрикоса и даты или ли дату вот и стратификация груш видели дату 21 февраля я не болту 21 февраля видели да а хотите я покажу что будет весной и не хотите искать надо жалко жалко ладно сейчас попробую а вот она поняла какое написано 21 до прошло два месяца единиц проклюнувшиеся видели вот это есть сроки сертификации вот так я и учу вот так я учу а потом добавляю чтобы полсорой песок что надо соотношение 6 к 1 7 к 1 вода к песку 1 к 7 вот так вот я и учу вот а меня проходили вот это вот единственное в своем вроде так называемый прикоп вертикальный по железу придет весна тает ручками уберу но холм останется посадка была на холм теперь поняли что такое позднее весеннее раннее весеннее показал это было середина конец сентября массовая посадка уже листочки еще были некоторые отлетали некоторые нет это раннее весеннее там еще корни должны были вцепиться в землю а это позднее весеннее последние дни перед зимой а давайте посмотрим дату ну-ка 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 дата 21 ноября но это не время посадки это время когда я сфотографировал 27 ноября то есть практически декабрь фактически зима вот но на самом то деле садил я где-то в ноябре вот может начале ноября может в конце октября вот и сразу посадка на постоянное место на холм а потом сверху нагребается окучивание то что называется и окучивание до весны и получается нет никакого гниения которое принято при стандартной при копии обязательно большая часть фотографии большая часть нарисованных схем это опять похорону дерево вот а вот вам железо растает ручками отгребли но холм остался вот такой вот полугий вот это есть учебу про железо в общем мы поняли позднее осеннее вот она еще раз позднее осеннее а раннее осеннее я уже вам показал вот есть еще отдельная папка но мы уже столько раз рассказывал возвращаемся туда где мы были смотрим дальше у нас все меньше и меньше выдержать 3 часа не каждый может так 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 какое время высаживаться я сказал ранее весеннее ранее осеннее позднее осеннее и весной как можно раньше Елена Долматова Валерий Александрович когда умер царство небесное он мне черенки мне нынче прислал ну что я скажу пусть память будет о нем Эльдар здравствуйте Вера Нижний Новгород пришлите пожалуйста статью об облепехов массе вот в этот ватсап канал так Вера вы мне прямо ватсап и напишите мой вот пришлите я там и отправлю вот не здесь а там Михаил Свинин всем привет Архангельская область наш человек Киров Вятка а что-то я первый раз такое вижу Кира Вятка спасибо Олег Константинович видимо из новичков не знакома Кира Вятка Анастасия Северодвинского Олег Константинович чем Норс с односторонней заточкой лучше чем двусторонний пришел нож с ароматкой с односторонней заточкой но мне показалось есть все рабочие двусторонние знаете есть супер умельцы ну смотрите нож с односторонней заточкой давайте хорошо что у меня рядом два одно и двух если бы у меня было здесь рядом подходящая ветка я бы например тут продемонстрировал идеальный срез с односторонней заточкой это даже не обсуждается это не то что я утверждаю кто-то говорит против из ста специалистов 100 скажут должна быть односторонняя заточка то есть наверное вы ошибаетесь когда почему у вас вдруг двусторонний оказалось лучше во первых односторонний хорошего ножа вы в руках не держали значит так не сказали это точно вот если вы не держали вот этот нож в руках или этот самый но у вас бывают ножи двусторонней заточкой очень остро я когда-то также носил обыкновенный перочиной нож хорошо точил долго они наши эротические ножи всегда делали смех и стали точились отлично и тупились отлично точились быстро и тупились быстро но когда я его наточил у меня получили срезы пусть и сразу может быть я же привыкал постепенно раз короткий сильно срез раз сильно длинный раз вообще силой зажига корова подрал ну постепенно привык и первые годы не было этих самых даже с одной стороны заточки я работал обыкновенный перочиной ножом который я точил 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 вот это есть ваш случай но если брать стать настоящим специалистом это когда от качества ножа зависит не пять десять прививок но допустим заказали черенки получили мои дорогие там по 200 рублей черенок ну сейчас русский по 100 и давай калечит короткий длинный короткий черно кончился второй черенок наконец что-то начало получаться или привел вроде бы все нормально сколько людей мне рассказывала 20 привык все мертвые 30 привык все мертвые 40 привык 50 все мертвые мы с вами это все проходили а вы думаете но что последний раз в этом играет двухсторонний или односторонний понимаете как дело нож наверняка у многих был не идеален возможно я даже знаю людей один из них давал мне нож попробовать приехал ко мне константинович ну там по телевизору меня видит оцени и дает мне нож отшлифованный двухсторонний но он настолько острый что действительно его режет прекрасно вот и он действительно резал и не собирался покупать еще за дичем нужно другой покупать или такой как сорватка за 3500 вот но он был сам по себе слесарь токарь он себе такой нож сделал двусторонний то есть он не делал ни с одной стороны ни с другой просто острый острый нож и действительно хорошо резал но это может быть у вас вот кто вы анастасия может быть у вас вам легче двусторонний работать может быть у вас как раз кто-то из специалистов такое ножище сделал ух вот теперь какой плоскостью держать черенку смотрите сейчас я вам скажу по другому как сходить за этим давайте я схожу за обыкновенным камушком которым я точу столовые ножи кухонные там-то у меня особые плюс еще там ремень в этом специально для заточки качества еще и ремень там в деревне есть кожаный ну сейчас я принесу камень покажу как говорится пословица лучше один раз увидеть и так смотрите вот он камень да вот он нож постарайтесь воспроизвести меня уже столетняя привычка я уже спутать не могу и так камень я надеюсь видно смотрите как я держу нож и смотрите какой стороной я точу вот нож поняли да вот так смотрите расположение пальцев смотрите и теперь я начинаю точить вот этой стороной долго упорно если у вас нет кожаного ремня вот который еще доводится до конца я в фильмах показывал что по крайней мере потом все равно какие-то заусеницы вот с этой стороны поэтому аккуратненько чтобы не дай бог эту поверхность не испортить просто тихонечко тихонечко эту сторону чуть-чуть заусеницы снять видите легонько легонько вот но не испортить эту поверхность она должна быть абсолютно ровная вот это вот вот это ну и теперь мне кажется вы можете глядя потом этот фильм воспроизведите включите в любой день и час и также возьмете в руки точила если вы правша и вот этой стороной но в легче все наоборот все я надеюсь что теперь вы сможете оценить какой стороной так ну начинаем дальше еще еще вопрос про косточки вишни черешни никак не могу их понять как их разбудить в прошлом году закладывала до стола месяца не проснулись в этом году раньше все равно не просыпаться ну по науке им надо я делаю где-то 4 месяца а по науке им где-то аж 5 надо вот дело в том что это самое они очень реагируют не только на время но и на влажность и на эту на на температуру вот знаете как чем близок к нулю тем дольше они лежат и не просыпаются вот пока так ответил так кто-то пишет владислав давайте подождем мне откуда спешить мы и так самый короткий только два с половиной часа прошло обычно мы три часа с вами общаемся подождем что владислав пишет для меня это север как он туда попал как вспомню как мы летели через него в норильске какой-то был морозяка ладно ждем что пишет владислав а еще знаете что раз там целых полчаса для разговора а еще никто не расходится я не могу включить ватсап на компьютере чтоб вы не узнали десятки чужих телефонов а вдруг среди нас кому-то они телефоны понадобятся а вот здесь вот может быть вопросы которые которые короче так 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 нету тут интересных вопросов ой сколько тут подописали сколько тут фотографий ну здесь идет общение которое в общем то так получается вебинар не смотрят постольку поскольку а здесь общение продолжается прямо сейчас так важнейший вопрос ура и как раз полчаса свободных есть пока владислав пишет смотрите итак я задавал вопрос человеку которого которого зовут андрей он сказал важнейший вопрос давайте или оставить на следующий вебинар нет друзья двадцать и полчаса устали на следующий вебинар потому что вопрос был четко задан и вопрос был мой двадцать лет выращивали абрикостобесей давайте информацию вот и я уже почувствовал что что-то тут не то я поищу не думал что информация интересная особо не фотографировал и пошло поехал то есть короче говоря и я хотел сенсацию сделать что у человека прекрасно плодоносит на бесея не завидуя что прекрасно плодоносит на бесея абрикос потому что я скептик невероятный вот но как видите я не фотографировал я не ожидал в общем остальное на следующем вебинаре давайте вернемся к нашим этим гостям Владислав здравствуйте привел ваше сливы в прошлом году на красную черемуху очень сливы на чер... вы что смеете что ли? сливы на черемухе? в этом году остатки тоже на него привел надеюсь прижимаю здесь хорошее Владислав я сейчас умолюсь напишу заявление подпишите и становитесь на место мне не то что этого не получилось я бы даже в голову не пришло сливы на черемуху ну ладно груша но груша же это же это то что мы называем семечковой культурой ё-моё слушайте давайте дружить а давайте сделаем так фотографии сливы на черемухе крупный план место прививки если есть плоды уже а вы только привили ну плодов значит нет давайте все что есть не хотите чтоб я умир от этого самого от любопытства а вы будете виноваты если не пришлете мне фотографии уже привитых тем более в прошлом году значит там есть и эти самые веточки есть там и листики все должно быть вот так вот давайте как говорится колитесь есть такое выражение колитесь ну что друзья все больше ничего нет значит так давайте голосуйте продолжать или нет я знаю что было в прошлом году в это же время помню было семнадцать участников я так же в отчаянии сказал голосуем всем только сказать что значит промолчите значит считайте что закрыли лавочку на седьмом году нет после этого вдруг оказалось что все все мечтают про эти про вебинары вот закрывать не стали ну и что я хочу сказать если польза самое главное если польза вебинар и жду что значит смотрите после того когда умер генеральный директор Степанов генеральный директор крупнейшего питомника с тех пор мои ни косточки ни черенки ничего ни мои знания оказались не нужны вот только он один делал крупнейший заказ в моей жизни 2000 черенков вот это крупнейший заказ в моей жизни сотни плодопитомников прекратили работу покупают продают пользуясь тем что люди у них раскрученные бренды вот сотни ну если 150 200 примерно мои фотографии присвоили значит у них своих нету это только те кто мои присвоили а еще и сотни которые мои не присвоили они просто берут первую попасть в интернете вот это раз значит научные учреждения ладно там они даром не нужны ни в Москве ни где-то ни в Мичуринску ни Тимиразовики мои не нужны а зачем им живут спокойно и обходятся без этих чудес зачем им чудеса вот вы же знаете какой у нас был автопром сказать это пример яркий ярчайший если бы не это не мировое не не мировой автопром уже когда завалили открыли страну и завалили ее Маздами вот и прочими Тойотами вот тогда вдруг давай-ка мы немножко это откажемся от запорожца которые тогда входили запорожцы тогда это было Советский Союз вот и лады которые первая лада была еще более-менее приличная а потом вообще это самое стыдно было на них кататься так отстали то же самое произошло в садоводстве но тут почему-то никому не завидуем вот выращиваем это самое ведь неудобно говорить плодопитомники которые даже не скрываются вот у них название груша название вы знаете что груша самая капризная вещь на свете я уже пример приводил и вырастет целая проблема груша ее трудно вырастить потому что она боится сырости для нее сырость это страшнее это огня вот так трудно вырастить и приспособились пододелали этих самых гибридов между дикими грушами ну что уссурийская грушка и та стала свароком вот понаделали этих самых полусъедобных и торгуют ими да настоящие посадочи а люди выращивают а если их не могут а сверху картинка то некрасивая и даже без обмана а если могут видите что делается вот вот вам и на ухо а выйти на нормальный уровень ну нет у вас этих ну у меня сейчас несколько тысяч семечек уссурийских груш ну любой институт то может их себе забрать то и тут же погнать эти груши мои бои 10-15 одна высшая лига сладчайшие груши на них же привить и делайте в эти диссертации пачками делайте получаете государственные премии приглашайте в себя как наш президент ездил этот самый был президент Медведев был президент Путин Путин снова президент а тогда был Медведев пригласили их на этот самый государский край в Сочи всем их угощали ведь им стыдно было смотреть на это они думают это нормально высказался так будем заканчивать разговор что-то тут еще появилось пара пара этих так Владислав продолжает разговор не хватило сливого подвоя все равно было куда привить то чёрт кто знает может вы сейчас рекорд поставите какой-нибудь просьба одна только не забывайте про железо делитесь секретами самыми умрёт умрёт пишите умрёт не умрёт значит это а вдруг положение будет привел же я это на груши эти армянские ну не было подвоев то в Армении я что каждый год ездил один раз повезло съездил привёз все таки груш на чащу вот а мусорей их нет а я их на это на это самое на черноплодную рябину а потом вместе с черноплодной рябиной вырубил чёртовой матери я я только это ужас какой вкус был дикий а все приводите на черноплодную будет это не замёрзнут да не замёрзнут зато под топор пошли из-за того что их есть было невозможно так север карьеры у меня кстати есть опыт прививки груши на рябине о почти все прививки умирали обгоняли рябину но одна почему-то не стала обгонять пока растёт в этом году много плодушек ну что поздравляю жителя Карелии так Владислав на рябине тоже есть груша в прошлом году приволодное дерево полностью отторгнуло на другая прижилась надеюсь просутся ну на рябине груша она опять будет несъедобна набирательность очень высокая почему все на что угодно привать кроме груши на грушу в крайнем случае на яблоне на дикие яблони груши не привайте я проверял не на одной на сотнях не пойдёт а на культурные яблони груши приваются прекрасно всё сезон закончен вот давайте мы с вами закончим так остановить трансляцию так не забывайте заказывать у меня каталог пусть всё по ватсапу на этом позвольте проситься вот извините если что не так вот будем надеяться что садов прибавится после моих лекций то это это условие вы четко не